Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Косенко, руководитель школы Сомелье Вайнстейт. И хочется очень вам рассказать о том, как устроены дела в шампании, как организованы производители и те, кто выращивает виноград, и какую информацию мы можем получить об этом с этикетки вина. В шампании вообще очень много всего интересного и буквально маленький момент об организации производителей. Есть несколько видов производителей. Главное деление это те, кто работают только со своим собственным виноградом, и те, кто приобретают виноград или вино и уже делают из него свои марки шампанского. Первая группа производителей это рекальтаны, владельцы земли, которые на своей земле выращивают виноград, и только из этого винограда делают вино. Маркировка на этикетке либо обратной стороне бутылки, контр-этикетке, будет буквой РМ. Рекальтан, манипулян. Вторая группа производителей негацианты. Негацианты это, как правило, большие производители, большие такие винные империи, в хорошем смысле этого слова, которым просто не хватает мощностей для того, чтобы постоянно расширять площадь выращивания винограда, расширять виноградники, покупать землю, организовывать уход за этим. И они либо арендуют участки, либо покупают виноград, либо покупают у фермеров уже готовое вино. Ну и, соответственно, это им позволяет увеличивать объемы производства. Негацианты это у нас, негасьян, манипулян, NM. На этикетках, как правило, мы найдем такое обозначение. Еще одна группа производителей, которая встречается довольно часто, не так, как первые две, но все-таки мы можем с ними столкнуться, это CM, кооператер, манипулян. Вообще форма хозяйствования в виде кооператива в Шампане очень популярна. Объединение делает всех членов союза сильнее. И вот кооперативы такого типа, CM, это как раз объединение собственников земли, которые из общего винограда выпускают какую-то марку. Самым ярким примером здесь будет шампанский дом Майи Гранд Крю, расположенный в деревне Майи, когда практически все владельцы земли объединились в этот кооператив и все вместе выпускают одну марку. Вот. Возможно, кого-то заинтересует вопрос, а хорошо ли это или плохо. Нормально ли это быть рекольтаном или негациантом? Кто из них правильный, а кто неправильный? Кого пить в конце концов? Друзья, пить надо всех. Шампанское заслуживает большой любви, это любовь неделима на частички. Здесь просто нужно понимать, рекольтан и шампанское от маленького производителя это практически бутылка, приехавшая там с гектара, с двух, с пяти гектаров земли. И для нас с вами это способ поздороваться за руку с участком земли. Сказать ему привет, ты классный, спасибо за вот это удовольствие. Негациант это большой объем, выпускаемый очень крутыми профессионалами. И негациантское шампанское это всегда прицел в то, чтобы понравиться людям. Они лучше всего знают, что людям нравится сейчас, они лучше всего знают, что людям будет нравиться завтра, и именно такое шампанское они выпускают. Шампанское больших домов это всегда безошибочное решение, когда вы сами не знаете, чего именно вы хотите, либо когда вы выбираете шампанское для большой группы людей, и вам в общем-то некогда спросить, а что же любит каждый из них. Хотите знать про шампанское больше? Приходите ко мне на лекцию «Шампанское без исключений». Поговорим об истории шампанского, о том, как его делают, о гастрономии и о разных нюансах производства шампанского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова